Фитоэстрогены. Для одних это натуральный способ защитить себя от старения и болезни. Для других это настоящая угроза. Считая, что фитоэстрогены ведут себя как гормоны, значит могут вызвать рак. Страх перед словом эстроген делает эти вещества чем-то вроде растений-убийц. Но на самом деле их сила в сотни раз слабее человеческих гормонов, а эффект куда сложнее и интереснее. Кто-то всю жизнь ест сою и живет дольше, а другие, напротив, боятся даже кусочка тофа. Так где же правда, а где миф? Что показывают авторитетные научные данные? Сегодня мы разберемся, что фитоэстрогены делают в организме, действительно ли они связаны с онкологией и стоит ли их бояться. А еще, где проходит тонкая грань между пользой и риском. Давайте разберемся сначала в базовых вещах. Фитоэстрогены – это природные соединения, которые растения используют для собственной защиты. Самые известные из них – это изофлавоны, которые содержатся в сои и других бобовых, а также лигнаны, которые много в семенах льна и цельных злаков. По структуре эти вещества действительно напоминают человеческие эстрогены. И именно поэтому вокруг них столько страхов. Но важно понимать, их действия в десятки, а иногда и в сотни раз слабее, чем у собственных гормонов организма. Именно эта мягкая мимикрия объясняет двойственность их репутации. С одной стороны, они могут частично занимать места на рецепторах и снижать активность сильных гормонов. А с другой стороны, при определенных условиях они все же могут вести себя как слабые эстрогены. Но есть ключевой момент. Получить фитоэстрогены мы можем из обычной еды, семян льна, овса, цельнозернового хлеба. То есть из тех продуктов, которые без всякой гормональной истории считаются полезными для здоровья. Именно поэтому важно не путать их с лекарственными эстрогенами. Это не одно и то же. И сила воздействия несопоставима. Один из самых частых вопросов, которые я слышу. Правда ли, что фитоэстрогены вызывают рак груди или матки? Страхи здесь понятны. Слово эстроген сразу ассоциируется с гормонозависимыми опухолями. И кажется логичным, если растение действует как гормон, значит оно должно усиливать риск. Но что говорит об этом наука? Крупные клинические исследования показали. У женщин, которые едят сою, тофу или семена льна, риск рака груди не выше. Например, у женщин, которые перенесли рак молочной железы, умеренное потребление соевых продуктов связано со снижением рецидивов и более высокой выживаемостью. А что с эндометрием? Здесь данные такие же обнадеживающие. Длительное употребление из-за флавонов не приводит к утолщению слизистой матки и не увеличивает частоту гиперплазии эндометрия. То есть прямого механизма провокации опухолей нет. Но важный момент. Речь идет о натуральных продуктах. Соя, чечевица, семена льна, цельные знаки, они безопасны. А вот высокодозные добавки с изофлавонами отдельный вопрос, и там осторожность нужна. Так что миф о том, что фитоэстрогены сами по себе вызывают рак груди или матки, не подтверждается. Наоборот, в рамках здорового питания они могут стать нашим союзником, а не врагом. Но тут как будто бы просится вопрос, а можно ли употреблять сою или лен женщинам с уже диагностированным раком? Это частый страх, ведь если опухоль любит эстрогены, разве соя и лен не опасны? При эстроген положительном раке молочной железы цель не обнулить все, что звучит как эстроген, а контролировать гормональную активность. Пищевые источники фитоэстрогенов действуют в разы слабее лекарственных гормонов и в умеренных количествах не ухудшают прогноз. Более того, в ряде наблюдений соевые продукты ассоциировались с меньшим риском рецидива. При тройном негативном, хер-2 позитивном и других типах данных об опасности тоже нет. Ключ – умеренность и форма. Речь о тофу, соевом молоке, семенах и льна, а не высокодозных бадах. Если вы получаете антиэстрогенную терапию, например, тамоксифен, ингибитор ароматазы, согласуйте рацион с врачом, но не демонизируйте продукты. Цельные продукты допустимы, особенно как часть сбалансированной диеты. Концентраты – с осторожностью. Хотела бы еще затронуть частый вопрос среди пациенток, хотя не совсем про онкологию. Помогают ли фитоэстрогены при менопаузе как замена заместительной гормонотерапии? Короткий ответ. Частично – да. Фитоэстрогены могут смягчать приливы и ночную потливость у части женщин, но их эффект обычно скромнее, чем у классической гормональной терапии. Они не равны по силе влияния на кости, липиды и урогенитальные синдромы. Важные нюансы. Действие проявляется не сразу, а через несколько недель регулярного употребления. Кому это подходит? Тем, у кого заместительная гормонотерапия противопоказана, или кто хочет мягкий пищевой подход при умеренных симптомах. Если приливы выражены, снижение качества жизни велико, а противопоказания к заместительной гормональной терапии нет, то гормонотерапия эффективнее. Какой вывод мы можем из этого сделать? Фитоэстрогены – это опция поддержки, но не полноценная замена гормонотерапии. Есть ли польза от продуктов с фитоэстрогенами в профилактике? Мы видим любопытную картину. В странах Восточной Азии, где традиционно много соевых продуктов, с детства риск рака молочной железы ниже. Но это не один волшебный фактор. Влияет масса тела, образ жизни, возраст первого употребления сои, часто это с подростковых лет. Что мы можем вынести на практике? Регулярные умеренные порции цельных соевых продуктов и семян льна могут стать частью профилактической стратегии, наряду с контролем веса, физической активностью, ограничением алкоголя. Не ждите брони от рака. Думайте о паттерне питания. Большое количество цельных растительных продуктов, клетчатки, меньше ультрапереработанного. И в итоге у фитоэстрогенов потенциальный защитный вклад, особенно при длительном и раннем включении в рацион питания. Но это не замена базовым фактором риска. Но встает другой вопрос. Можно ли переесть фитоэстрогенов? Обычной едой практически нет. Пара порций тофу, стакан соевого напитка, ложка-две молотого льна – это физиологические дозы. Проблемы начинаются, когда мы переходим к высокодозным экстрактам, в БАДам, где концентрации несопоставимы с пищевыми. Там уже возможны нежелательные эффекты, и взаимодействие с терапией – это повод обсудить со своим онкологом. Отдельные казуистические случаи связаны с крайними объемами – буквально литры соевого напитка ежедневными месяцами. Это не про обычный рацион. Какой можно сделать вывод? Питайтесь продуктами, а не дозируйтесь концентратами. Цельные источники – это хорошо. Если добавки, то сначала нужна консультация врача. Другой не менее важный вопрос – а как фитоэстрогены влияют на мужчин? Феминизируют ли их? Есть такой миф, но это только миф, даже в чем-то забавный. Но нормальное пищевое потребление сои и льна не снижает тестостерон, не ухудшает параметры спермы и не вызывает гинекомастию. Редкие истории про мужчин, которые пили несколько литров соевого молока в день и заметили изменения – это экстремальные случаи. В реальной жизни речь идет о порции тофу в воке, соевом йогурте или горсти и домами, и это безопасно. Плюс соевые продукты – это источник белка, микроэлементов, клетчатки, которые полезны для микробиота и метаболического здоровья. В итоге никакой феминизации при обычном рационе не происходит. Давайте посмотрим, что же говорят метаанализы и клинические рекомендации. А говорят они очевидное. Цельные соевые продукты и семена льна безопасны как для здоровых женщин, так и для тех, кто перенес рак груди. У некоторых наблюдается снижение риска рецидива. По эндометрию нет сигналов о вреде при длительном употреблении пищевых изофлавонов. Клинические руководства ведущих обществ трактуют соевые продукты как допустимые в составе сбалансированного питания. Осторожность в отношении высокодозных добавок, особенно при гормонозависимых опухолях и на фоне лекарственной терапии. Ставим акцент на еду. Следим за балансом рациона. Индивидуальный нюанс обсуждаем с лечащим врачом-онкологом. Растительные гормоны – это не угроза и не панацея, а инструмент питания, который при грамотном использовании работает на вашу сторону. Все должно быть в рамках сбалансированного питания. А если вам интересно узнать больше о питании в контексте ракта, то обязательно посмотрите вот этот ролик про вегетарианство и веганство. Работают ли они в профилактике и лечении рака? А также ролик про красное мясо, чтобы узнать, вызывает ли красное мясо рак или это миф.